Коммунальная система Балахны оказалась изношена настолько, что из-за нее стали погибать люди. Подвалы. В одном из микрорайонов города стало заливать фекальными водами. При попытке устранить эту аварию два человека погибли. Один скончался в реанимации, другой прямо на месте трагедии. Это мой муж. Мы с ним прожили 15 лет. Вздохнулся в колодце на рабочем месте. Один полез, без маски. У него, видно, там он пробил, а газ-то. Он потерял сознание. Смотрит, кто он. Он не взрывается. Он за ним. И тоже. Он уже много раз мне говорил. У них оборудования никакого нет. Перед тем, как залазить в колодец, у них должно оборудование быть. Даже у ритуальных услугах есть противогазы. А у них нет, у нока. Жалобы идут. Писали, жалобы. Почему бы у нас вон в подвал. Зашать в квартирах нечем. Вот, наверное, по этой причине. Они тут лазили, что-то чистили. Чернодаринка когда построен? 40 лет назад. Даже больше, 100 лет назад она построена. Кто-то когда-то какие-то трубы менял? Нет. Здесь вода стояла, вот, прямо, наверное, до второй, или как ступеньки. Оттуда, из подвала. Трубы все гнилые, трубы. Надо менять канализацию полностью. Ну, что, уже дошло. Уже люди стали гигантировать. Мы к мастеру подошли. Что случилось? Почему его послали туда, зная, что за газовая хрень? Говорит, я его туда не посылал. Скажите, пожалуйста, а что можете сказать по поводу смерти вчера двух рабочих? А кто, на ваш взгляд, виноват в этой ситуации? Скажите, а у вас есть какие-то вообще противогазы, вообще какое-то наличие, спецзащита при работах? Может быть, вы что-то скажете, кому трубы принадлежат? Почему там все трубы вообще сгнили и не ремонтировались? Вы будете бегать от нас? Я вообще прошу СМИ проявить тактичность, необходимую в такой трагической ситуации. И сейчас не строить предположения по поводу причины, вообще по поводу всего произошедшего. На ваш взгляд, кто виноват? На вопрос, кто виноват, ответят компетентные органы. Я говорю, уходи, есть другие работы. Такой, уйду, уйду. Ушел, только не туда, куда надо. Напомню, что в мае этого года глава Балахнинского района Александр Галкин, отвечающий в том числе и за коммунальное хозяйство Балахны, опубликовал в инстаграме пост, где заявил, что его администрация – это спасительный остров, извините, в океане дерьма. Это цитата. Многие жители Балахны восприняли этот пост как оскорбление себя и своего района. Александр Галкин сам не местный. Но вот то, что океан дерьма станет еще и смертельным, никто и предположить не мог. Следственный комитет возбудил уголовное дело.